Проекты, реализованные в рамках государственно-частного партнерства, уже дают хорошие результаты. В комплексе Жанна Рай применяются инновационные технологии в переработке риса и производстве кормов. Глава государства Касым Жумар Токаев ознакомился с работой агроиндустриального комплекса и встретился с работниками сельского хозяйства. Завод оснащен современным оборудованием. Все автоматизировано, что намного облегчает работу персонала. Производство безотходное. Из рисовых отходов производится ценный корм для животных. Жанна Рай активно осваивает новые виды деятельности. Так, несколько лет назад товарищество открыло гусиную ферму стоимостью 60 миллионов тенге. Кроме того, здесь выращивают яблоневый сад и обучают предпринимателей агросфере. В целях диверсификации бизнеса в этом году на 10 гектарах мы посадили яблоневый сад. Надеемся в следующем году получить первый урожай. Для развития предпринимательства в сельской местности мы открыли 10 хозяйств и разводим 10 тысяч гусей и уток. В среднем в год получаем 50-60 тонн птичьего мяса. В конце 2018 года запустили учебный центр, где без отрыва от производства обучаем новым технологиям. Регион в лидерах по развитию сельского хозяйства. За последние 6 лет до 15 увеличилось количество наименований экспортной продукции. Глава государства отметил, что сфера кормилица является основным драйвером развития экономики. В ближайшее время Жан-Арай наметил запуск макаронного цеха и производство рисовой лапши по южнокорейской технологии. Касым Жумар-Токаев поставил в пример другим работу агроиндустриального комплекса.